У вас есть кухня? А на кухне холодильник с морозильной камерой, шкаф и полки? Тогда у вас есть тот набор продуктов, который вы всегда пополняете, когда идёте в магазин. Любопытно, но практически у всех этот набор одинаковый. Каждое утро, день и вечер готовятся обычные и одинаковые завтраки, обеды и ужины. Теперь всё будет по-другому. Дежурный по кухне. Для тех, у кого есть стандартная кухня и нестандартное желание готовить. Привет, я Настя Латова и сегодня я дежурная по кухне на телеканале Еда. Готовить я буду на кухне такой же, как у вас всех. Здесь у меня холодильник, здесь у меня всякие разные перчатки, тёрки, всякие скалки, варочная поверхность, чайник, вода, прихватки. Также у меня есть цветы, сыпучие ингредиенты, тарелки, чай, мойка. Естественно, какие-то формочки для того, чтобы в них что-то готовить в духовом шкафу. А здесь у меня шкаф с бакалеей. Здесь у меня ножи, полотенце, фартук, доска. В общем, я готова. И готовить я сегодня буду маффины. Это будут маффины для завтрака и маффины непростые. Маффины будут не сладкие. Для них я принесла, как ни странно, кабачок и бекон. Так что сегодня будет очень интересно. Для того, чтобы сделать маффины, я не буду делать какое-то замудрённое тесто или как-то что-то вымешивать. Я просто буду использовать вчерашний хлеб. Так его можно назвать. Мне кажется, часто на кухне может остаться какие-то кусочки хлеба, если вы делали котлеты или что-то ещё. Или просто вы можете взять даже свежий хлеб и подсушить его в духовом шкафу, так, чтобы он стал немного чёрствым. Это и будет основа теста для моих маффинов. Сегодня будет два вида. Это будет маффин вместе с беконом и это будет маффин с кабачком. Всё это будет ещё с помидорками. И, в общем, я буду сегодня ждать своего гостя для того, чтобы его угощать этими вкусностями. Конечно, мне нужно надеть свой фартук. Чтобы не испачкаться и чтобы быть во всеоружии к приходу гостей. Для первой части маффинов я возьму пол батона. Если вдруг у вас остались сухари, можно взять два стакана обычных гранёных, 200-граммовых. И вам хватит двух стаканов на тот рецепт, который я сейчас предложу. Я просто нарежу мякиш кусками. Абсолютно хаотично, потому что хлеб будет размокать, поэтому, в принципе, не так важно, как это будет выглядеть. Теперь мне нужны миски, яйца. Всё равно без них никуда, да, но если это завтрак, это даже хорошо. Мне нужно будет три яйца, которые мне нужно обязательно помыть. Хорошенько промываем. И теперь яйца нужно смешать вместе с остальными ингредиентами. Яйцо потребуется целиком, не нужно здесь разделять ни белок, ни желток. Да, то есть здесь прям всё вместе. Чуть-чуть надо посолить. Соль по вкусу. Опять же, щепотка у каждого разная. Вот, разное представление о солёности. Теперь молоко. Мерный стакан. Либо просто, опять же, гранёными стаканами, да, нужно где-то 200-300 миллилитров. То есть, опять же, в зависимости от того, насколько чёрствый хлеб. Потому что иногда хлеб настолько уже плотный, как сухарь, да, нужно его сильнее немного размочить. Поэтому будет нужно 270-300. У меня хлеб достаточно мягкий, поэтому я возьму 200 миллилитров. Молоко добавляю в яйца. Теперь мне нужно взбить всю эту смесь. Я буду использовать обычный погружной блендер. Мне здесь не нужна какая-то пышность, поэтому венчики я использовать не буду. Ну вот, яйца взбились. Теперь нужно добавить хлеб, чтобы он набухал. Пока он это делает, я займусь начинкой. Одни маффины у меня будут с беконом, вторые будут с кабачком. Сейчас я сделаю с беконом. Начинку можно выбрать вообще любую. На самом деле, вот сосиски, колбаса. Просто сыр, если вы вообще не любите ничего мясного добавлять. Но сыр необходим. Сейчас я его тоже достану. Вот, потому что вот он является здесь, конечно, ключевым. Он будет как в рецепте с кабачком, так и в рецепте с беконом. Вот, бекона возьму немного. И теперь нужно просто его нарезать. Вообще рецепт достаточно простой. Единственное, он требует длительного выпекания. Мне кажется, это такой очень классный воскресный завтрак. Интересный. Тоже отправляю бекон сверху хлеба. И теперь мне нужен сыр. Сыр у меня заранее натерт. Я вообще считаю, что нужно сыр всегда хранить в каком-то контейнере, натертый, в холодильнике, потому что это всегда очень удобно. Раз во что-то добавил, положил, сделал макарошки, сделал горячие бутерброды. Вот, пожалуйста, маффины, да, и все в таком же роде. Сыр не весь, потому что сыр какой-то мне понадобится еще на посыпку. Поэтому я здесь часть оставляю, и после этого мне нужно дальше продолжать смешивать. Ну что, пока тесто оставлю, выкладывать буду позже. Сейчас делаю пока с кабачком и буду потом все вместе украшать. Снова нужно нарезать хлеб. Снова нарезанный хлеб, и снова делаю яйца вместе с молоком. Я намеренно не сделала тесто сразу на два разных маффина, потому что, во-первых, сложно до конца выверить пропорции, да, чтобы они точно сохранились и тесто получилось. Я делаю все отдельно. Ну и плюс, мне очень нравится работать над каждым рецептом отдельно и отдавать ему все свое внимание. Ну и все уже по знакомой схеме. Я разбиваю яйца все время обратно с торожной ножа. Мама у меня все время это делает обмиску. Каждый раз я на это смотрю и думаю, вот как она это делает. Я пыталась, у меня все время она куда-то переворачивается. Я очень стараюсь, видимо, как-то кропотливо к этому подхожу. Сестра моя просто берет нож и почему-то острой стороной это делает. Но когда папа это увидел, он сказал, так, что вы делаете? Вы затупите мне мои ножи. Нулька перевернули ножи срочно обратной стороной. И вот с этого момента я по привычке и всегда так делаю, что я переворачиваю нож и именно этой стороной бью. То есть я почти повторяю мамину вот этот бортик, почти делаю как сестра с ножом, но угождаю папе, чтобы не затупить ножи. Ну что, опять молоко. Также 200 миллилитров. Про соль я тоже не забыла. Теперь мне нужно взбить всю эту смесь. Ну вот яйца взбились. Теперь нужно добавить хлеб, чтобы он размокал. Я подготовлю начинку. Для этого мне нужно, естественно, помыть кабачок. И я его почищу. Я взяла кабачок такой молодой, маленький, почти как цукини. Кабачок, он просто более сладкий, более сочный. Можно, конечно, использовать и цукини, и такие большие белые кабачки, и зимой замороженные какие-то брать овощи, размораживать их и подготавливать тоже на начинку. На самом деле тоже будет вкусно, потому что это все будет пропекаться. То есть здесь нужно понимать, что когда в рецепте используется духовой шкаф, в принципе, можно брать и замороженные, и законсервированные вещи. В этом нет ничего такого. Можно сделать такие маффины, например, с шампиньонами. Это будет тоже безумно вкусно, и так же, как со свежими, так же и замороженные. Но, естественно, здесь нужно понимать, что подготовка этой начинки будет занимать больше времени, потому что вам нужно обязательно избавиться от вот этих вот кусков льда, которые могли налипнуть, пока вот это все дело лежало в морозилке, либо у вас, либо в магазине. Да, то есть от воды лишней нужно избавиться, иначе тесто просто расползется и ничего не пропечется. Теперь кабачок натираю. Я воспользуюсь крупной теркой, потому что если мелкая будет, то еще быстрее кабачок отдаст свою воду, поэтому лучше чуть крупнее взять. Ну, в принципе, нормально. Не так много у меня получилось. Отправляю кабачок. И теперь мне нужен сыр. Также добавляю не весь сыр, потому что нужно будет маффины сверху еще посыпать. Я сейчас кабачок положила на глаз. Да, сейчас я вот размешаю, пойму, надо ли мне еще. То есть буквально сама смотрю, как вот мне кажется. Итак, второй рецепт готов. Теперь нужно выкладывать тесто и украшать его. Я возьму формы для маффинов, самые простые. Единственное, такие маффины можно делать еще в бумажных формах, в которых маффины останется. Тоже очень удобная вещь. Почему нет? Можно делать. Будет вкусно, здорово. Еще можно взять сейчас много декоративной бумаги классной. Можно поднять себе настроение не только украшательством маффинов, а так и еще такой подачей в виде этой бумажки. Мне кажется, это тоже интересно. Также делаю со второй формой. Ну, естественно, розовая будет для ветчины. Бежевая будет для кабачка. Я уже все придумала. То есть не для ветчины, для бекона, да? Можно взять ветчину, бекон. Я очень сложно понимаю их до конца отличия, как правильно и точно говорить, что это такое, потому что, мне кажется, все магазинное, оно все ветчинно-беконное. Поэтому просто мясо. Давайте их так называть. Можно будет, придет у меня гость, я его спрошу, а с чем? Вот с чем ты думаешь, с ветчиной или с беконом, да? И как раз узнаю, что же он скажет, насколько он у нас разбирается в этих во всех тонкостях. А он, между прочим, знает в этом толку уж точно, потому что это человек, который снимал 200 программ про мясо. 200, представляете? Поэтому, конечно, я его спрошу, что же там? Ветчина, бекон или вообще там нет никакого мяса? И вот так вот выкладываю, аккуратно заполняя каждую форму. Ну вот, почти все. Такое смешное тесто вообще получается. Выглядит, конечно, очень забавно. Взяли хлебный мякиш, туда что-то добавили. И, значит, такие маффины у нас. Вот. И теперь для того, чтобы все это украсить, я возьму еще одну краску. Это будет помидор. Беру пока один. Я думаю, мне, в принципе, его хватит. Нужно, естественно, помыть. И теперь нарезать. Вырезаю сразу все ненужное, чтобы ничего там не попало. Может быть, разделить еще на пару частей каждую дольку, чтобы не повредить помидор. И на каждый маффин по яркому пятнышку. Безумно люблю овощи, на самом деле. Просто. Здесь можно даже взять чуть-чуть кабачка и сверху тоже так. Главное здесь не переборщить, а то он может не пропечься и будет такой сырой, водянистый, непонятный кабачок. И тогда вы не разделите мою любовь к этим кабачкам, если вдруг переборщить. И будете думать, что я люблю какую-то невкусную штуку. А это не так. Я хочу, чтобы кабачок любили все. И теперь сыр. Вот это и будет верхушка маффина. Тертый сыр. Это вот всегда радость, потому что ты думаешь, вот сейчас добавлю сыра, раз, заглядываешь в холодильник, а вот он куском лежит, думаешь, ай, сейчас терку доставать, мыть. О, нет. Лучше так один раз. Чик-чик-чик, натер, и все. И потом у тебя все уже есть. Ну что, духовка у меня нагрета. Нагрета, до 180 градусов. Надо отправлять маффины. Начала я с мясного, а поставлю первым я кабачковый, чтобы он не обижался. Вот так. Теперь нужно подождать 30-40 минут, постоянно приглядывая за маффинами и проверяя, как же они там себя чувствуют. Ну что, маффины готовы. Я даже успела их немного остудить, для того, чтобы мне было не страшно доставать их из форм. Вот так вот все, как будто бы такое все хаотичное, сыр где-то застыл, где-то нет. Они такие кривенькие, смешные, но пахнут на самом деле безумно. Мне безумно жалко, что сейчас камера не передает аромат. Боже! Мой гость! Я еще даже не успела вытащить свои кривенькие маффины, чтобы они тебя дождались. Что ты принялась? Я знаю, что ты меня заставишь заваривать чай. Конечно. Ты будешь заваривать чай. Пожалуйста! Только сначала дай мне тарелки, пожалуйста, для маффинов. Предлагай вот эти. Разные? Разные. Я люблю все разные. Какую выбираешь ты? Белую. Белую? Она больше. Мне больше нужно маффинов напихать. Хорошо. Ну давай. Завариваем будем черный, зеленый? Да на твой выбор. Черный. Я сегодня выбрала нам закуску и еду, которую буду тебе рекомендовать делать просто постоянно дома, потому что она делается из черствого хлеба. Мне кажется, это супер мужская вообще история. Брутальная. Просто месить не надо. Просто взял черствый хлеб и начал делать. А еще сегодня у меня будет к тебе такой вопрос. Ты попробуешь этот маффин и скажешь мне, какое мясо я использовала, когда делал этот маффин? Ветчина или бекон? Это маффин с мясом? Один из них, да. Знаешь, вот ты же знаток 200 программ. 200 программ. 200 программ про мясо. А сколько мы сняли с тобой программ про десерты? Слушай, много? Я не помню. Много. Много. Ну что, насыпаем чай? Да, пора. Слушай, а давай в чай чего-нибудь добавим. Давай поколдуем. Ты же знаешь, я настолько люблю напитки. Давай я на свой вкус что-нибудь возьму у тебя из холодильника. Ты же наверняка там что-нибудь. А давай. Конечно, есть. Жиденький такой будем заваривать, да? Ну, давай. Хочу такой совсем бледненький. Да, давай немного чая, побольше начинки. Вот так сделаем. Отлично. Друг друга услышали, поняли. Отлично. Я пока разрежу тебе маффин, а то боюсь, что ты... Какие-то остатки ягод и лимон. Годится? Давай возьмем малинку, да. Потому что клубника, она не заварится, а малины сока даст. Да, давай прям кидай туда. А лимон надо будет нарезать. Ты можешь взять просто ножиком. И настрогать его. Давай. Давай. А я начну вот с этого, пожалуй. Ну так, не будем слишком много, да? Может быть, хватит? Конечно, хватит. Ты что? У тебя же всего три малинки на весь чайник. Хочется чего-то такого легкого, освежающего. И просто, главное, незамысловато, быстро. Конечно. Но, главное, сахара много не добавлять, а то тогда можно, в принципе, и ничего не делать, потому что... Просто попить сахарного сиропа. Да, да, это вообще-то, это, кстати, тоже вариант. Тебе пока двух маффинов хватит? А ты намажешь сливочным маслом? Я очень хочу есть. А там есть. А? Хорошо. Ты будешь искать, какое масло еще больше искать. За слово в карман не лезет. Какое масло еще больше искать? Я ей слово, она два. Это потому что я с тобой работала. Да. Научил. Это были прекрасные времена. Чудесные. Да, кошмар. Ну, мы еще поработаем вместе. Смузи. Давай. Сласти от Насти. И что там, чай от Сева. Ага. А как там была, как там песня-то была, не помнишь? В этом, в промо-ролике. Может, споем? Настя... Настя Латова. Это ты придумала? Читает Доблатова. Читает Доблатова. Готовит пирожные. Десерты несложные. Десерты несложные. Я не помню. Это прямо на слезу пробивает. Пошли есть. Хватай тарелки. А можно уже нажимать на эту штуку? Я потом сама нажму. А, хорошо. Отстань. Отдай мне чай. Давай. Программа чая от Сева еще не вышла. Севень-чай. Слушай, смотри, какой красивый чай ты заварил. Отлично. Обалдеть. Чашку сегодня я себе бежевую возьму. Давай. А тебе маленькую. Ну, наливай. А давай ты. А давай. А я пока, знаешь... А, чтобы надо пустить? Ну, конечно. Вот, понимаешь, я тебя готовлю к твоей программе. Чайной просто. Я прям вижу, как ты становишься чайным мастером. А я пока тебе... Вот у меня тут нарезан с мясом. У тебя с кабачком. Не понял. В смысле? У тебя с мясом, а у меня с кабачком. Вот. Потому что я хочу, чтобы ты оба попробовал. Но ты знаешь, с чего должен начать, конечно, с мясного? Давай, я буду дегустатором. Буду угадывать, что внутри. Какое мясо? Ну, оно розовое, видишь? Мм... Мм... Севолод Блотнер. Готовьте вместе с нами так же вкусно и задорно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!